Конечно. И еще скажите, вы не считаете правильным сейчас вклады, которые поступают в систему, инвестировать в какие-то проекты? Например, нефтяную вышку купить. И за счет этого будет процветать наша система уж точно без рестартов, потому что прибыли из нефти можно смело запускать систему. Ткачук Сергей, партия МММ, Украина-Макеевка. Сергей, я собираюсь разрушить современную систему мировую. Я не собираюсь становиться одним из успешных бизнесменов с нефтяной вышкой. К тому же ни одна нефтяная вышка не даст ту прибыль, которую дает система. В чем ее опасность для существующей экономической мировой системы? Что она привлекает средства. Она как водоворот, который затягивает все средства. За счет того, что тот процент, который дает система, ни одно реальное предприятие или бизнес дать не может. Это выставляют как слабая система. На самом деле это ее сила, за счет которого она и представляет угрозу. Поэтому ни о каких инвестированиях на начальном периоде до финансового апокалипсиса речи не быть не может в принципе. Еще раз почти повторяю, что мы не собираемся становиться всего лишь одним из бизнесов. То есть к чему вы призываете? Вы получите деньги, можете их вкладывать куда хотите. Но система сама никуда вкладывать не будет. И это совершенно порочный путь. Так, вопрос как к личности. Скажите, почему вы сидите, закинув руки, вот как раз в момент, когда я не сижу за голову. Ведь это не потому, что вам удобно. Это психологический ход, правда? Вячеслав, Украина, Симфероболь. Вячеслав, секрету скажу. Это не психологический ход, это потому что мне так удобно. Я через некоторые дури просто, когда начинаю давать интервью, это автоматически эту позу принимаю. Ну вот, как на духу говорю. Так, здравствуйте, уважаемый, спроси совет. Здравствуйте, уважаемый Сергей Пантелеич. Хочу, чтобы вы дали мне совет на тематику, где взять денег, если я нахожусь в долговой яме у банков. И как быть, если я неправильно распорядился своими финансами и вложил все в МММ. Спасибо, с уважением, Михаил, Москва. Бутяки, Михаил, Москва. Михаил, я говорил с самого начала, что идет война. Финансовый апокалипсис, это не прогулка легкая. Поэтому, вот у меня спрашиваете, все равно, что спрашиваете. Вот, уважаемый Сергей Пантелеич, на войне там все мои родственники погибли, вот вы призываете там к какому-то будущему, какое у меня будущее, если у меня там все погибли. Ну, война, она связана с трагедиями личными. Понимаете, ну вот это реалии. Единственное, что я могу сказать, сделать тут в этой ситуации, это честно всех предупреждать, что я и делаю. Я не пытаюсь ничего приукрасить, лукавить. Я совершенно честно говорю о всех рисках. Что финансовый апокалипсис, это не прогулка веселая, где на всех всыпятся деньги, и все только счастливы и довольны. К сожалению, это совершенно сложный и тяжелый процесс. Вот как война. Во время войны бывают и отступления, и какие-то временные неудачи. Это неизбежно. Так что вот все эти проблемы, которые были у МММ, это как раз просто вот и есть. Против финансов вообще весь мир. Сейчас уже это совершенно, вот это звучало поначалу, как какой-то бред вообще с моей стороны, но сейчас уже это очевидно должно быть всем. Поскольку совершенно чуть ли не все страны, где мы появляемся, заявляют на уровне правительств, что МММ представляют угрозы для мировой финансовой системы. Это уже все заявили, вплоть до Индии. То есть война, понимаете? Поэтому, ну что я могу сказать? Вы взрослый человек, и о всех рисках были предупреждены. Я понимаю, как это звучит, но это... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова